Представьте себе, что нас интересуют такие конструкции. Крестики и моряки. Начиная с какого-то момента идут только крестики. И наоборот, налево, начиная с какого-то момента, идут только моряки. То есть, прямая, бесконечная, конечно, но на самом деле, в которую дальше пойдут только нули, и это мы знаем. И дальше пойдут только крестики, и это мы тоже знаем. Давайте для каждой такой конструкции найдем ее центр. Центром называется такое место, что слева от него крестиков столько же, сколько справа от него нольков. Во-первых, давайте поймем, почему такой центр всегда существует. Вот, если вы возьмете здесь, то совершенно понятно, что слева крестиков мало. Замечательно. Давайте я произвольно поставлю здесь. Считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ноликов. Ноликов семь, сколько, а прошу, не важно. Итак, ноликов семь, а крестиков у меня наоборот слева ноль, да? То есть, счет семь к нулю. Теперь, я пошел правее. Счет стал шесть ноль, счет стал пять ноль, пять один, пять два, пять три, четыре, три. Так, это четыре, три. Три, три. Три, три. Это центр. Давайте проверим, правда это или нет. Слева от этой точки три крестика, отлично. Справа от этой точки три молика, отлично. Вот это центр, это центровая точка. Ну, давайте мы ей присвоим ноли, скажем, ноль. Будем считать, ну, ноль нехорошо, это крестик. Нолики. В общем, от этой точки все время будем проводить отсчеты. От этой точки будем все время проводить отсчеты. Теперь, что такое количество неправильно расположенных пар? То есть, какое число мы для этой конфигурации будем вычислять? А очень просто. Мы будем искать всевозможные пары вида крестик-нолик, где крестик расположен левее, чем нолик. То есть, по идее, нолики должны быть левее. Как только возникает крестик левее, чем нолик, это считается безобразием. Давайте для каждого из этих крестиков напишем, в скольких безобразиях он участвует. Вот этот участвует в раз, два, три, в пяти безобразиях. Этот тоже в пяти. Этот участвует в каком количестве? В трех. Этот участвует в двух. Этот в двух. И этот в одном. Общее количество. Один плюс два плюс два, это уже пять. Восемь и пятнадцать. В данном случае общее количество. Работает с детьми. Так, ребята. Правда, что я капитатурную конструкцию описал абсолютно понятно? У нас есть крестики, у нас есть нолики. Налево пойдешь, с какого-то момента только нолики найдешь. Направо пойдешь, с какого-то момента только крестики встретишь. И для каждой картинки из ноликов и крестиков я объяснил, как посчитать натуральное число, равное количеству тех крестиков, которые расположены левее, чем какой-нибудь нолик. Объяснил? Объяснил. Отлично. А вот сейчас я задаю такой комбинаторный вопрос. А если я фиксирую вот это число, ну, в данном случае двадцать три, да, вот какое-то число, н, н, ну, двадцать три, сколько существует конструкций, которые дают вот именно такое количество этих самых беспорядков? Ну, понятно, что нужно как-то, ну, то есть, считаем, что вот здесь, если мы ее все сдвинули, там, на сколько-то в левый, на сколько-то вправо, то это та же самая конструкция, да. То есть нас на самом деле интересует она от самого левого крестика до самого правого нолика, да, потому что дальше пойдут только крестики или там, потому что там пойдут только нолики. Это, в общем, это совершенно неинтересно. Замечательно. Так давайте на этот простой вопрос ответим. Мы на него ответим двумя способами, и эти самые способы как раз и дадут нам с вами вот это вот дружбество Гауссбергова. Видите ли вы здесь вот на картинке функцию b от n? Количество разбегений числа n на слагаемых. Ну, просто можно сложить число, которое вы написали под крестиками, и получить тем. Сложить числа имеется в виду что? Имеется в виду единицу, двойку, да? Двойку, тройку, пятерку, пятерку, пятерку. Слушайте, а ведь это же правда 23. Это же правда 23. Давайте подумаем, чему это на самом деле соответствует. Что такое единица? Это количество ноликов, расположенных справа от первого, так сказать, делового крестика, да? Отлично, отлично. Это может быть единица, а может быть, если было несколько ноликов, то и любое какое-то число. Потом эта единица могла в каком-то количестве быть, есть 200-200-200. Потом у нас идут нолики следующие. Это, ребята, все правда. Если смотреть вот с этого края, то числа, которые я написал, как раз дадут разбиение числа н на слагаемых. То есть мы с вами уже половину задачи решили. Мы с вами поняли, что для любого фиксированного числа н, количество таких картинок, это в точности b от n. b от n картинок. Между прочим, точно известно, когда это было придумано. Это было приковано в журнале «Функциональный анализ» и его приложение в 1986 году. Между прочим, забавно, что доказательство Титенко, которое я сказал в прошлый раз, которое я сегодня повторю, было придумано примерно в то же самое время. Оно было придумано на моих глазах, что по моей просьбе, мы просто в одной комнате жили, и я читал статью об этом, и мы стали говорить. И вот Капюшин говорит, опа, и он придумал. И это было, я не помню когда, то ли в 85-м, то ли в 86-м, но дело в том, что точно не могло быть после 87-го, потому что в 87-м я уже закончил Левмат, и вот это было примерно тогда же. Я не могу сказать, это было на год раньше и на год позже. Почему так непонятно, да? Мы понятия не имели ни о каком ли бензоне. Почему-то в одно, примерно в одно и то же время Титенко придумал вот то равенство, которое мы хотим доказать, с учетом того, что вот это нужно поднять сюда. Значит, у нас есть произведение по n больше или равно единице, единица плюс, ребята, единица плюс y в степени 2n минус 1, это не черное число, да? z, единица плюс y в степени 2n минус 1, z минус 1, это пока тоже понятно. Так вот, это должно равняться сумме, взятой по всем целым числам k. Заметьте, k любое целое число, не обязательно положительное. y в степени k квадрат умножить на z в степени k. Так, я здесь напишу сумма по всем неотрицательным числам. Напишу здесь вложитель prm и y в степени 2n. Вот так. Нужно откуда-то добыть нечетные числа. Сейчас выясним, откуда добыть. И нужно откуда-то опять добыть вот эти самые там... А нет, prm уже есть. prm как раз уже есть. Я не зря показал на картинке центр. Дело в том, что пока что вы его не использовали. Пока что вы говорили о количестве раздвигений, так сказать, двигаясь вот в эту сторону. Вы сказали, что в всех картинках, там, столиками и крестиками, их имеется пеотем штук, где вот... Но вы никак не использовали ни центр, ни что-то другое. Давайте я для начала покажу вам, как это делается от центра, а потом мы поймем, как то же самое делается не от центра, а от любой точки. Смотрите. Если от центра... Это будет соответствовать случаю, когда кармняется нулю. У нас есть места, на которых стоят крестники. И у нас есть места, на которых стоят нолики. Вы согласны с этим? Согласна. Правда, мне вообще-то нужны нечетные числа. Замечательно. Замечательно. Мне нужны нечетные числа. Давайте я сделаю так. Я буду считать, что вот это вот расстояние равно единице, а расстояние между соседними любыми фишками равно двум. В таком случае, если я отсчитываю от центра, скажите, пожалуйста, на каких расстояниях в данном случае будут стоять крестники? Вот здесь вот расстояние равно единице, здесь равно трём, а это расстояние будет равно чему? Пяти. Отлично. Значит, записываем число пять. А сюда расстояние будет равно си, а сюда расстояние будет равно девяти. Отлично. Теперь иду к крестикам. Сюда расстояние... Нет, стоп, стоп, стоп. Это крестико я как раз заходил. К крестикам я как раз заходил. Это были числа пять, семь, девять. Здесь я иду к ноликам. Здесь будет число три. Так, точно. Три, пять, семь. Здесь будет число девять. Одиннадцать. И здесь будет число тринадцать. А вот теперь вопрос. Во-первых, понимаете ли вы, что числа, которые я выписал, принципиально являются нечётными? Отлично. Принципиально они нечётные. Во-вторых, можете ли вы, зная числа 5, 7, 9 и числа 3, 9 и 13, сказать, как по ним получить вот это самое число 23? Ведь как-то можно же? Я объясняю почему. Потому что, зная вот эту систему нечётных чисел. Кстати, центр означает, что этих чисел будет ровно столько же, сколько этих, да? Если бы не центр, то количество было бы разным. Так вот, зная вот эти нечётные числа и зная вот эти нечётные числа, я, безусловно, могу восстановить всю картинку. То есть, от центра сначала рисуют везде нолики, сюда везде крестики, а вот на этих особых местах ставлю крестики, а на этих особых местах ставлю нолики. Значит, количество вот таких вот комбинаций, когда крестик левее, чем нолик, по такой системе нечётных чисел, и такой системе нечётных чисел, безусловно, вычисляется. Согласны? Отлично. Тогда давайте напишем форум. Потому что, как только мы её напишем, мы на самом деле, что называется, всё поймём. Вот, как мы их обозначим? Вот эти числа я обозначаю 2а1-1, 2а2-1 и так далее, 2а, интересно, с каким номером, ну, это рт. А эти числа будут, соответственно, 2а2-1-1, 2а2-1, 2а2-1, 2а2-1. Мне сейчас нужно сделать очень простую штуку для каждого из крестиков, попавших сюда, сообразить, с каким количеством ноликов они создали, значит, эти самые безобразия. Ну, смотри, берём вот какой-нибудь крестик, берём самый левый крестик, он есть? Он есть. Отлично. Давай думать, вот с этими крестиками неприятности бывают? Не бывают. Не бывают. Отлично. А с чем бывают? Ну, во-первых, они бывают вот с этими ноликами. Сколько этих самых ноликов от центра справа? Во-первых, понятно, что каждый из вот этих вот крестиков с вот этими ноликами создаст неприятность. И это просто-напросто r квадрат. Таких неприятностей, очевидно, r квадрат. Замечательно. Теперь давайте смотрим на другие. Нужно сейчас посмотреть, какие неприятности создают эти крестики вот с такими ноликами. Не с теми, которые ушли справа от центра, а с такими. Но это тоже не проблема посчитать. Потому что, смотрите, если бы вот этих ноликов не было, то он стоял бы на месте номер 2r-1. А на самом деле он стоит на другом номере. Поэтому мы должны сделать так. Мы должны его номер, а именно 2, 1, минус 1, взять, вычесть вот это число и разделить на 2. И после этого мы так должны сделать с всеми остальными числами. 2r-1, здесь было надо написать 2r-3 и так далее, и так далее, и так далее. Замечательно. Такие неприятности создают эти крестики с этими ноликами. Теперь нужно будет пройти по оставшимся, какие еще тут типы остались. Вот эти нолики имеют какие-то неправильные конструкции с этими крестиками. Так это будет то же самое. Это нужно будет взять 2b-1, минус 1, минус 2r-1 пополам, плюс и так далее, и так далее. Вот, вплоть до 2b-1, минус 1 пополам. Отлично. Теперь нужно суметь без ошибки понять, что здесь что. Господа, в данном случае все вообще в высшей степени просто. Потому что здесь вычитают подряд нечетные числа, и здесь опять вычитаются подряд они, а сумма нечетных чисел это как раз квадрат, и поэтому вот эти вот все, которые вычитаются, с этим r квадратом уничтожатся. И у нас останется... Мы делим на 2. Что? Мы же еще делим на 2. Так вот, здесь мы делили на 2, и здесь мы тоже ее делили на 2. Да, вообще. Одна вторая плюс одна вторая, как раз даст эту видеть. И здесь в результате у нас, господа, получится следующее. Просто сумма всех этих нечетных чисел, 2a-1, минус 1, плюс и так далее, и так далее, плюс 2a-rt минус 1, и плюс то же самое с теми, да? Плюс 2b-rt минус 1. Так, и все это попало. Осталось понять, какое это отношение имеет к нашему выражению. Значит, сумма нечетных чисел это здорово. Потому что, когда мы здесь перемножаем 2 скобки, у нас как раз... Видите? Что означает, что здесь r и здесь r? Это означает, что нас в данном случае интересует, что при... таких вот ничетных чисел мы возьмем ровно столько же, да? То есть, z будет в нулевой степени. Отлично. z в нулевой степени, значит, и y в нулевой. Это как раз соответствует тому, что у нас r квадрат прекрасно уничтожилось. Замечательно. И теперь здесь будет p от m. Так, что такое... Что такое p от... p от m? Мы складывали нечетные числа и получили какую-то степень y. У нас вот эта штука, это и было как раз... Правда, я его обозначила букву n, но это не проблема. Это я здесь напишу сейчас n, и здесь будет n, и это и будет то самое. Смотрите, смотрите. Помните число 23? Я его роду успел стереть. Вот это 1, плюс 2, плюс 2, плюс 3, плюс 5, плюс 5. Было такое. Число 23. Это наше то самое число n. Так смотрите, здесь y в степени 2n возникает именно из-за этой двойки. Когда вы эту двойку поднимаете, получается 2n. То есть количество пар крестик-колик, оно вот нами посчитано такое. Ну, соответственно, если вы будете смотреть на показатели степеней, то складываются же не половинки, а поэтому здесь получается y в степени 2n. А b это количество всех таких картинок. Ну что, по-моему, я это более-менее объяснил. Правда, я это объяснил нечестно. Я это объяснил только для ситуации, когда отсчитывали от центра. Ребята, мне кажется, что сейчас вы запросто поймете и общий случай. Что значит отсчитывать не от центра, а от другой точки? Это очень грустно. Я точку отсчета сдвигаю на несколько мест. Ну, то есть я могу отсчитывать от этого места, от этого, от этого. Ну, не знаю, например, вот от этого, да? Что в таком случае произойдет? Вот здесь был центр, здесь был точный баланс. Значит, господа, центр — это точка, от которой слева крестиков столько же, сколько справа нольков, так? Так. Если я сдвигаю на некоторое стояние, ну вот я уже говорил с вами, что вот это стояние у меня двойка между соседями, соответственно, здесь, да, я бы скажу, сдвигаю это на 2, в данном случае это длину на 6, да? Вот это вот расстояние на 6 единиц. Давайте поймем, что в таком случае произойдет с всеми этими числами и что за выражение будет написано вот в этом месте. Ну, смотрите, когда я от центра отошел, то совершенно понятно, что вот здесь у меня крестиков уже будет 4, а ноликов столько же. Потом ноликов стало, то есть разница между количеством вот этих слагаемых и вот этих будет ровно на 3. Давайте объясню. Вот если от этого места отсчитываешь, то сколько ноликов справа? Ноликов справа 2. А сколько крестиков слева? Раз, два, три, четыре, пять. То есть отличие между ними ровно на 3. Если вы здесь от центра сдвигаете на некоторое расстояние 2, да, сдвигаете на расстояние 2L, то совершенно ясно, что у вас количество крестиков будет на L штук больше. Ну и замечательно. То есть нужно будет говорить не о том, что A1 на 2 и так далее, A, B, 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 B. А нужно будет здесь написать не R, а R плюс L. Небольшая разница. Теперь, когда мы пишем выражение, раньше у нас было R умножить на R, потому что крестиков с одной стороны было столько же, сколько ноликов с другой. Теперь ситуация будет не такая. Теперь у нас с этой стороны ноликов R штук, то есть это осталось. Ноли с этой стороны у нас R штук, да, а этих самых крестиков R плюс L. Значит, надо писать R умножить на R плюс L. Отлично. Теперь разбираемся. Значит, здесь вообще ничего не изменилось, потому что мы из каждого числа мы читаем, мы читаем, мы читаем. А вот здесь изменилось. Здесь нужно будет писать, значит, R плюс L минус 1. Здесь нужно писать будет R плюс L минус 1. И так далее, и так далее. То есть количество вот этих вот нечетных слагаемых B, оно на L больше. И, соответственно, когда мы будем смотреть с вами разницу, то у нас будет так. У нас будут все числа от одного до R минус 1 и здесь, и здесь. И они нам как раз дадут тот самый R квадрат, который исчезнет. А еще у нас будут числа такого вида. Значит, итак, будут числа вида 2R плюс 1, 2R плюс 2 и так далее. И нужно будет все разделить на 2. Так, давайте соображать, что же это такое. Мы складываем числа 2R плюс 1, 2R плюс 3 и так далее. 2R плюс 2R плюс 1, делим на 2. И вычитаем это из RL. Я уже сказал, что я квадрат в 4, да? Из RL мы вычитаем 2R, 2R плюс 9, 2R, пополам это будет R. Вычитаем RL, здорово. И еще вычитаем сумму чисел 1, 3 и так далее, 2R плюс 1, деленную на 2. То есть еще вычитаем R квадрат пополам. Ребята, это и есть вот этот самый K квадрат. Я просто неудачно выбрал обозначение, надо было его обозначать в ВК. Это и есть вот этот самый K квадрат. Потому что мы получаем вычитание вот этого самого числа. Теперь смотрим окончательно, что у нас получается. Вот выражение, которое я писал, я его суммурно рассказываю, но надеюсь, что все-таки более непонятно. Это выражение окончательно превращается вот во что. В сумму тех нечетных чисел, сумму этих нечетных чисел, минус R квадрат пополам. И все это должно равняться N. Давайте я так и напишу. Из этого надо вычесть R квадрат, надо это разделить на 2 и получается у нас число N. Ну так, господа, замечательно, процедура та же самая. Уножаем на 2 и говорим, и L квадрат переносим сюда. L обозначаем K, получаем K квадрат плюс 2N. Откуда возникает Z в степени K? Очень просто. Потому что у меня вот этих вот слагаемых на K квадрат больше через 10. Правда, у меня возникло не в степени K, а в степени минус K. Но это все равно, потому что суммирование ведется по всем целым K, просто надо было сдвинуться не вправо, а влево. На самом деле и те, и те сдвиги. Вообще, все. Господа, если вы посмотрите внимательно, то вы поймете, что мы действительно комбинатурно образом показали. Вообще, такие комбинатурные рассуждения, их обычно легче, что называется, понять самому, чем вот так вот следить за тем, кто другой. Картинку я считаю, что объясню понятно. И все-таки, сколько существует таких картинок? В таких картинках существует P от N штук, где N – это количество таких пар. Но их можно считать разными способами. То есть мы можем взять и считать от центра, а можем сдвинуться от центра на какое-то расстояние и считать от этой точки. И будут получаться разные представления каждой такой картинки. Понятно, да? Вот этот факт там обл bildывается на farther « 급оисточном видео». lında? Кто смешает?